Семейную ферму Глебов в селе Смородина Сенгилейского района можно назвать уникальной. Это одна из четырех овечьих ферм молочного направления в России. Большинство овцеводов занимаются шерстью и мясом, а ульяновцы из овечьего молока варят сыр. Кажется, что молочки везде много, но на самом деле овечьих ферм молочного направления, особенно такого размера, как у нас, их всего четыре в России. Четыре в России на все 120 миллионов населения. Поэтому это очень интересное направление. Сейчас я покажу вам, какие мы интересные технологии применяем, какие у нас животные. Экскурсию хозяйка сырного производства провела для представителей администрации, Минсельхоза и депутатов. Сейчас на ферме содержится уже почти тысяча овец. Здесь животным хорошо. Для них созданы все условия. Загоны с автоматическими поилками, подогревом воды, помещение яслей для ягнят, летние площадки выгула. Корма выращивают сами гидропонным методом. Злаковые и бобовые культуры проращивают в специальной комнате с определенным температурным режимом и системой полива. Такие корма богаты полезными питательными веществами и витаминами. К тому же избавляют фермеров от выращивания и заготовки кормов на полях. Однако руководитель семейной фермы не намерен останавливаться только на производстве сыра. В планах сделать из КФХ привлекательный объект агротуризма. Действительно для фермерских хозяйств одной из дополнительных сторон развития и диверсификации своего производства служит агротуризм. Сейчас Элла Владимировна хочет развивать именно это направление агротуризма. То есть при развитии своего фермерского движения хозяйство, она в принципе получала государственные меры поддержки. Это и по агростартапу, по семейной ферме. Здесь сейчас тоже есть грантовая поддержка по программе агротуризм. То есть мы надеемся, что ее проект получит одобрение. На ферме городские жители смогут и посмотреть, как делают сыры, и покормить ягненка, и подоить овечку. Для гостей в Смородине уже построили гостевые домики. Плюс ко всему, само село очень живописное. Рядом леса и озера, поэтому туристам предложат искупаться, набрать грибов или прогуляться. Идею создать в Сенгелейском районе еще один объект агротуризма поддерживают и депутаты областного парламента. Ульянская область идет таким уверенным шагом в реализации этой федеральной программы. По привлечению, бесспорно, федеральных ресурсов, используя свои ресурсы. Но самое главное, используя человеческий фактор и тех людей, которые действительно живут этим, созидают ради этого. Направление агротуризма, как считают сами фермеры, может повысить туристическую привлекательность Ульяновской области и даст новый импульс развитию села. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Анна Тищенко, Улправда ТВ.